Белоруссию люблю, Минск люблю. То, что мне предложили выставку в Национальном музее, большая для меня честь. Я начал заниматься тем, что вы милостью называете живописью, примерно в то же время, когда я начал писать первые более-менее приличные песни. Это было примерно в 76-м году. И то, и другое. Это никак не хобби, я не знаю, что такое хобби. Если я чем-то занимаюсь, я этим занимаюсь полностью. Я картины продаю только потому, что это позволяет мне вложить деньги в запись аквариума. Все, что я получаю от продажи живописи, идет на запись, покрывает примерно половину. Но поскольку запись это просто, она никогда не восполняется, а она стоит дорого, то чем больше покупают, тем больше у меня возможности хорошо записать аквариум. Была одна выставка в Париже, было две, по крайней мере, выставки в Лондоне, было две выставки в Америке. Ни один критик на эти выставки не попал, скорее всего. Если и попал, то, понимая, с кем он имеет дело, предпочел умолчать об этом. Зато картины покупали. А дело в том, что я рисую, не вкладывая никакого смысла, потому что смысл вкладывают те, кому что-то нужно продать. Мне продать ничего не нужно. Я пишу только потому, что мне нравится. А какой люди в это будут вкладывать смысл, это их проблема, понимая. Я поделюсь с вами последним, что мне интересного пришло в голову. Наблюдая за тем, как старится тело, этот процесс, надо сказать, страшно интересный, и без юмора ее воспринимать невозможно. Я вдруг понимаю, что жить осталось не так много, а удовольствия, которые предстоит получить, еще бесконечное количество. Поэтому я сообразил, что нужно заниматься только тем, что приносит мне самому максимальную радость, потому что все остальное просто нет времени. И поэтому я посылаю на *** все, что мне неинтересно, и занимаюсь только тем, что мне интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!